Вы когда-нибудь задумывались, господа мои хорошие, какие еще способы существуют получения бесплатно фруктов BloxFruits? И не только бесплатно. Сейчас я вам расскажу. Я думаю, что первым и самым, наверное, легким способом получить абсолютно любой фрукт в игре, это, конечно же, его купить. Я думаю, вы прекрасно это понимаете. И речь идет о пермфруктах. Смотрите, у нас здесь есть отдельная вкладочка, которая появилась недавно. Permanent Fruits. Да, permanent fruits. То есть мы нажимаем Open, заходим сюда и видим здесь огромное количество фруктов. Точнее, все фрукты, которые доступны в игре по абсолютно адекватным ценам в 3000 Robux за Леопольда. Что довольно-таки дохера, так скажем. Но вы, покупая фрукт за Бобуксы, сразу можете, что правильно, его постоянно юзать. Вам не нужно его не находить, не покупать еще где-то. Все, вы купили, потратили ваши кровные, булочку не покушали в школе. И сразу можете в любой момент взять и юзануть кила. Потому что кила это единственный фрукт, на которых, скорее всего, у вас хватит денюшек. Ну, ладно. Это, так скажем, прерогатива богатых. Мы с вами, как вы знаете, деньгами не располагаем. Поэтому сейчас будут способы, которые менее-менее затратные. И, наверное, первый способ и один, наверное, из самых долгих и глупых. Это ходить и рыскать. Ходить и рыскать блок с фрукты. Где они могут лежать? На самом деле, они могут лежать абсолютно где угодно. Нет каких-либо ограничений по этому поводу. Но они могут лежать только под деревьями. И деревья у нас выглядят только таким образом. Как понять, что под этим деревом может валяться фрукт? Очень просто. Просто попробуйте его снести. Бэмс. Если его нахрен разорвало на кусочки, значит, под ним теоретически могут быть фрукты. На самом деле, спаун, по-моему, не рандомный. Есть огромное количество мест, где они спаунятся. Везде абсолютно они не спаунятся. Но вы можете бегать и смотреть. То есть, видно его невооруженным глазом. И проблем у вас с этим не будет. Давайте я сделаю потише. Где вообще могут лежать фрукты? На любом острове, под деревьями, как я сказал. И если вы играете, например, на приватном сервере, то эти фрукты начинают спауниться через 45 минут. То есть, как только вы открыли приватный сервер, через 45 минут у вас будет доступен фрукт. Что довольно-таки интересно. Вообще, это было 2 часа. Но сейчас они почему-то сделали меньше. Я не знаю почему. Возможно, это связано с каким-то ивентом или еще что-то. Простите, я в Блокс Руц не заходил буквально месяц. Но я это скоро исправлю. Потому что я буду много-много-много-много играть. Я просто сейчас путешествую. Каждый месяц меняю страну. И мне не очень просто это все делать. К слову, в моем телеграм-канале, на котором ссылочка будет в описании, вы сможете посмотреть, куда эта моя жопа запропастилась. Куда это я поехал. И много чего интересного там тоже есть из моей жизни. Можно даже со мной пообщаться. Поэтому в описании ссылочка. Я вас всех жду. Короче, вы поняли. В любом острове можно найти фрукты, которые спаунятся раз в 45 минут. Но на самом деле, никогда не считайте, сколько они там будут спауниться. Нахрен оно нужно. Что вы можете... Ну как вообще можно упростить поиск фруктов? Вот таких вот, да? Это купив, либо обменяв, затрейдив геймпасс. Какой? Сейчас вам покажу. Геймпасс у нас называется Fruit Notifier. Да? Этот прибор, приблуда, помогает вам найти фрукты. Как он работает? Ну стоит, конечно, мама, не горюй. Можно продать свою почку, а может даже две, за стоимость этого фрукта, но он у меня есть. Я, как видите, человек без одной почки. Немножко не страдаю, но не жалуюсь. Зато у меня есть вот такая вот приблуда. Как только у вас, в мире, где вы находитесь, спаунится фрукт, вы тут же это находите вверху. У вас высвечит сообщение о том, что фрукт заспавнился, иди его ищи. И потом с помощью радара, такого небольшого, вы сможете спокойно, быстрее всех найти фрукты. Как ускорить этот процесс? Просто заходите на разные паблики, ждите минут 10, и когда вы зайдете на какой-то паблик, с большей частью вероятности, с большей частью вероятности, что? Короче, с большей вероятностью вы сможете попасть именно в момент спауна фрукта и спокойно его забрать. Вот это тесто, которое вы видите, я забрал как раз-таки возле кафешки во втором мире, просто с помощью фрут нотифаера. Он просто у меня появился, буквально я был в кафешке, выбежал, забрал, и вот так вот. Поэтому окупился, окупился, конечно, но почку мне не вернуть. Ладно, идем дальше. Следующий способ, как получить фрукты бесплатно уже, да, ну бесплатно в плане реальной деньги, вы свои не будете никуда вкладывать. Только вот такие вот зеленые бабосики, да, Белли, называется. Это находится, ой-ой-ой, ой-ой, поломал я тут, ребята, что-то, поломал я что-то, так, едем. Что мы делаем? Мы правильно едем с вами. Так, аккуратно. Сейчас музыка, я же ее выключил, блин, она играет. Так, я разучился прыгать, ребята. Я разучился прыгать, помогите, сейчас умру. Блин, как тяжело быть фрукто-тестом. Фрукто-тестом быть тяжело. Короче, вот здесь, это одна из локаций, у нас здесь есть гача, да, где вы можете поролить фрукты. Ролить можно, по-моему, с 50-го уровня, либо с 45-го, я точно не помню, но это не важно, там плюс-минус. И цена будет расти с повышением вашего уровня. То есть, у меня максимальный уровень, как видите, и для меня покрутить фрукт будет стоить 313 тысяч Белли, что вполне очень мало, на самом деле. Можно эти деньги буквально за, ну не знаю, 5-10 минут нафармить без каких-либо проблем. Поэтому имейте в виду. Вот. А если вы, если вы сможете сделать, к примеру, ну не знаю, у вас там сотый уровень, у вас будет, или двухсотый, цена будет гораздо меньше, там, 10 тысяч, 15 тысяч, 50 тысяч, да, не, по-моему, минималка 50 тысяч, но имейте в виду, что это очень, наверное, самый лучший способ, как можно получать фрукты, но не единственный, не единственный. Идемте, я вам покажу, где еще можно получить фрукты. Но, господа, для этого способа нам понадобится отправиться с вами во второй мир, потому что со второго мира начинается самое интересное. Итак, мы во втором мире с вами, и следующий способ, как можно получить фрукты, в первом мире он тоже, кстати, работает, это дилер фруктов. Он есть в первом мире, он есть во втором, есть в третьем, вообще он везде есть. У этого чувачка вы можете купить фрукты за нереальные деньги, то есть за были, да, но проблема в том, что он постоянно обновляется, и чем лучше фрукт, тем меньше шанс у него появиться в магазине. Как видите, леопард у нас не в магазине, да, но у него есть там какой-то процентный шанс появиться в нем. И когда он появляется, это прям целое событие. И он стоит 5 миллионов, вы можете за 5 миллионов были, абсолютно не вкладывая робоксы, взять и получить этот фрукт. Очень просто. И как вы видите, у меня сейчас сработал. Смотрите, у меня сработал сейчас фрукт нотифайр. Как видите, у меня задетектился фрукт. И снизу мы видим некий радар, который мне может помочь, да, найти этот фрукт. Поэтому давайте попробуем попытать удачу, смогу ли я первее. Потому что есть вероятность, что на паблике есть также еще кто-то. Да. Так, мне тут пытаются убить, но мы не будем сейчас на это внимание распространять. Мне абсолютно насрать. Ну ладно. Надо было все-таки с ним посражаться, но мне сейчас не до этого у нас даст фрукт. Поэтому вообще похер. Что, ребята? Это, к слову, как я вам говорил, я просто зашел на паблик и появилось, что появилось. 20. И смотрите, вот он у нас фрукт. Это у нас чоп. Конечно, можно было получше, но все зависит от рандома. Да, и, конечно же, от шанса дропа, потому что чем лучше фрукт, тем он меньше дропается, тем он реже будет дропаться. Вот так вот, имейте в виду. И что? Здравиямся дальше. Следующая возможность получить фрукт находится где? Находится в Kingdom of Rose. Потому что там что? Правильно, фабрика. С помощью фабрики вы также можете получить фрукт. Давайте я вам сейчас покажу, каким образом это все работает. Раз в полтора часа или в час пятьдесят, я точно не помню, стартует фабрика. И в этой фабрике тот, кто нанес больше всего дамага, и тот, кто, по-моему, последний удар тоже нанесет, получает рандомно фрукт. То есть это, в принципе, такой вот интересный рейд, который помогает вам без проблем получить какой-то рандомный фрукт абсолютно бесплатно. Но это работает на випке, на приватке, конечно, будет потяжелее, потому что очень много народу будет также пытаться забрать этот фрукт. Но это тоже имеет место быть. Еще один способ получить фрукты это с помощью рейда кораблей. Когда вы охотитесь, например, за сибистом, за морским зверем, за морским червом, то у вас есть вероятность достаточно большая заспаунить рейд кораблей, которые будут вас атаковать. Если вы сможете этих кораблей убить, эти корабля, эти корабли, короче, вы поняли, если вы сможете затопить всех их, то с какой-то вероятностью вы можете получить фрукт. То есть не с вероятностью получить какой-то определенный фрукт, а именно сама вероятность получить хоть какой-либо фрукт. Способ такой себе сомнительный, но если вы вдруг едете на какой-то большой лодке и попали в такой рейд, то я бы на вашем месте все-таки убил бы эти корабли, если у вас, конечно, есть определенные фрукты. И, возможно, вам удастся даже леопард получить с этого рейда абсолютно без всяких проблем. Поэтому, если есть возможность, то ей, конечно же, нужно пользоваться. Идем дальше. Еще один довольно хороший способ получить фрукты это рейд кэслон и си. Да, рейд в этом замке. Что это за рейд такой? Все очень просто. Сюда налетают пираты и тот, кто убьет последнего босса, который придет сюда, тот и получит фрукт. Опять же, если вы играете на приватке, у вас никаких проблем с этим не возникнет. Если вы играете на паблике, придется, конечно, постараться. Но убедитесь, что у вас пвп выключено, потому что вас банально могут убить. Да, поэтому имейте ввиду. Но это способ довольно такой интересный, потому что когда уже прокачались, вы довольно много проводите время в этом замке, в этом хабе. и с какой-то вероятностью здесь может быть вот такой вот трейд, где вы сможете получить фрукт. Фрукт вы получаете со стопроцентной вероятностью, но какой именно вы получите, это уже вопрос, конечно же, рандома, шанса дропа именно фрукта. Поэтому имейте ввиду, что леопарда вы получите с очень маленьким процентом. И последний, наверное, один из самых лучших способов получить фрукты, конечно же трейды. Да, очень интересно. Вы можете трейдиться во втором мире в кафе, либо в третьем мире в особняке. Я рекомендую вам делать трейды больше во втором мире, потому что там намного больше людей, но здесь тоже стоит попробовать, потому что здесь тоже находятся люди. Что вы делаете? Просто садитесь, появляется рандомный какой-то чел, и вы можете ему что-то предложить. Чувак видите, мне предлагает дракона, он мне предлагает спирит, он мне предлагает венома и прочее, прочее. Да, у меня два спирита, у меня, я не знаю, контрол, я не знаю, сколько у него на самом деле находится, а, я понял, у него только один, один находится, этот, как он называется, ну, короче, количество, которое ты фруктов можешь, да, и, как вы видите, он хочет за три, конечно же, это плохой трейд, я не буду таким заниматься, но это очень хороший способ тоже получить фрукты, но нужно знать цену фруктов, нужно следить за трендами и за прочим, прочим, поэтому имейте ввиду, вас могут обмануть, либо вы можете обмануть кого-то, хотя во втором случае я не сказал бы, что это плохо, короче, если так подсуммировать, у нас есть два очень хороших способа получить фрукты, первое это гача, то есть вы качаетесь и вы зарабатываете деньги, сливаете все бабки вот сюда и конечно же трейды, трейды это интересно, если вам нравится в этом разбираться, вы без проблем сможете наторговать много чего интересного и не забывайте ребята про мой телеграм-канал, где вся моя жизнь, где я путешествую и много чего рассказываю, в описании будет ссылка, буду очень рад, если вы мне напишите там, либо подпишитесь на мой канал, а также можете в комментариях написать какой гайд вы бы хотели видеть следующий если я его не снимал я обязательно сниму и расскажу вам что где и как